Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Прежде чем мы двинемся дальше, в последнее время у нас возникали периодические проблемы с техникой. Если вы меня слышите сейчас в перископе, буду признателен вам, если в текстовом формате сейчас сообщите мне об этом. Либо просто поставьте плюсики. Как меня слышно и нет ли проблем с звуком и с изображением. Я обращаюсь прежде всего к тем, кто сейчас находится в прямом эфире через перископ. Как меня слышно? Ну, будем надеяться, что проблем нет. Если они появятся, нужно будет мне об этом сообщить, потому что в последнее время, к сожалению, не от меня это зависит, но возникают проблемы с качеством связи. Поэтому узла на меня не держите. Если снова появятся, ну, будем думать, как их устроить, конечно же. Ну, предлагаю тогда двигаться дальше. Вы знаете то, что у нас ровно сутки остается до долгожданного заседания ФРС. Это для нас сейчас ключевой фундамент, потому что мы ждем сигналов со стороны ФРС, потому что хотим увидеть растущий доллар. Хотим, соответственно, чтобы доллар оказал серьезное давление на иену и, в принципе, на рисковые инструменты. Потому что большинство наших идей, которых мы придерживаемся, они как раз и очень завязаны на обоих этих сценариях. Сутки остаются до этого заседания. Еще чуть-чуть завтра в ходе брифинга мы еще раз освежим тот фонд, с которым мы подойдем, соответственно, к ФРС. Но я думаю, что у нас все-таки есть основания полагать, что ФРС порадует нас. Давненько мы не видели поддержки со стороны монетарных властей для нас. Ну и полагаю, что в этот раз все-таки эта поддержка придет. Обо всем, конечно же, поговорим подробнее, конкретнее. Давайте вернемся к нашему традиционному сценарию, когда мы открываем каждый брифинг с оценки тех динамика и той ситуации, которая характерна прежде всего для рынка энергоресурсов. Осмотрим на бренд и констатируем то, что закрытие вчерашней торговой сессии 30.13. Сейчас этот актив торгуется в районе 29.98. То есть в пятницу после очень серьезного роста мы вчера фактически наблюдали нивелирование всего этого прироста и возвращение бренда к тем уровням, которые являются для него более оправданными. Напомню, что до этого какие факторы выступали драйвером для роста черного золота. Это комментарии драги, которые мы интерпретировали как сигнал того, что ЭЦБ будет действовать, смягчать экономическую политику. А смягчение экономической политики это вроде бы как хорошая возможность поднять темпы экономического восстановления, но и тем самым восстановить спросы на сырьевые активы. После этого были еще позитивные слухи со стороны Народного банка Китая о том, что они также будут продолжать политику задействования всевозможных инструментов, чтобы опять же спасти свой национальный рынок и экономику Китая. Ну и еще были спекуляции со стороны японского мегарегулятора о том, что в конце этой недели мы, кстати, придерживаемся, конечно же, еще этого новостного фона и Банк Японии также может отличиться через дополнительную поддержку, может быть, даже расширив программу количественного смягчения. Вероятность этого, конечно же, невысока. Но все-таки спекуляции на рынке есть, будем надеяться, что некоторые из них не берутся на пустом месте, может быть, был какой-то инсайт, который просочился на рынок и вот кто-то его подхватил. Мы держим в голове такой новостной фон, понимаем то, что Банк Японии в целом, наверное, уже давно должен был расширить эту программу количественного смягчения, потому что индекс потребительских цен снижается и, в принципе, проблемы не решаются, которые стоят перед национальной экономикой. Ну, а о Японии мы еще поговорим чуть позже, когда перейдем к перспективам пары доллара японская. В общем, вот этот глобальный подход через экономическое стимулирование оказал поддержку нефти, безусловно, плюс мы еще смотрели на статистику по числу буровых в США, снова снизилась и обычно, не цепляясь за эту поддержку, сейчас после серьезных распродаж все-таки трейдеры увидели и в этом локальный позитив. Но вчерашняя торговая сессия, как я уже отметил, расставила все на свои места. Недолго музыка играла, потому что бренд сейчас возвращается к своим фундаментальным основам, которые у нас пляшут, опять же, от гиперизбыточности предложения, от ключевой темы, связанной со снижением глобального спроса и дополнительным объемом поставок со стороны Ирана. Вчера, правда, был еще дополнительный фонд, который выступил негативом, антикатализатором для обычной динамики нефти. Поэтому, говоря про этот новостной фонд, стоит отметить катастрофическое снижение спроса на дизельное топливо со стороны Китая, ну и снова отметилась Саудовская Аравия. Мы услышали в очередной раз, напомню, что на прошлой неделе нечто подобное было, когда ведущий производитель энергоресурсов сообщил о том, что они способны, Саудовская Аравия, выдержать низкие цены на нефть в течение очень длительного периода времени. Конечно же, такой новостной фонд сродни бомбы для того актива, который изрядно теряет в последнее время. И эта тенденция, в принципе, вчера продолжилась. Я думаю, что нефть планомерно снова закрепится ниже 30 долларов за баррель. Ну а дальше вы прекрасно знаете о тех горизонтах, которые сейчас маячат перед этим активом. Это движение в район 25, тем более, что инвестиционные банки абсолютно не пересматривали свои негативные прогнозы даже после вот этого более чем 10% выпада наверх. Соответственно, ближайшей целью 25 является пока именно на этот уровень и ориентируемся. На этой неделе у нас еще статистика по запасам нефти США. В частности, сегодня, точнее уже можно сказать завтра утром в 0.30 по московскому времени, мы увидим оценку от частного агентства IP. Полагаю, что запасы снова выросли. Если это так, то на нефть будет оказано еще больше давления. Ну а в среду мы уже будем следить за официальными данными. Также сейчас на рынке обсуждают тему возможности, опять же, пакта соглашения, договоренности между Ближневосточным картелем с Россией и другими производителями энергоресурсов. Договоренности, которые будут направлены на стабилизацию ситуации на рынке энергоресурсов и восстановление стоимости актива. Но это пока только ожидания. Мы знаем, что такие ожидания присутствовали на рынке еще до декабрьского заседания, когда ОПЕК призывал всех собраться, сесть за стол переговоров, найти компромиссное решение, солидарную позицию, которая позволит перейти к полномерному сокращению производства. Всеми производителями снизить фактически объемы выработки и через вот эту обыкновенную статистику, логичную статистику, вывести показатели нефти на прежние высокие ценовые значения. Этой солидарной позиции достигнута не было. Я думаю, что если этого не произошло в декабре, сейчас, ну, по крайней мере, учитывая тот новостной фонд, который присутствует на рынке, сейчас не стоит полагаться, что это произойдет в ближайшее время. То есть у нас еще достаточно возможностей сейчас, чтобы дальше продавать этот актив, что мы и будем делать. Поскольку Brent вчера потерял, опять же, вот это продемонстрировал, лучше скажем так, 10% снижение, компенсировал весь рост пятницы, российская валюта снова стала сдавать. И после локальных минимумов для себя против доллара оказалось выше сопротивление 80, сейчас актуальны котировки 80.94. То есть видим опять девальвацию, эта девальвация запряжена с прежними рисками, которые еще подкрепляются и неважными макроэкономическими данными со стороны России. Настраиваемся на возвращение пары USDRAP снова в район 85. И как бы это, конечно же, мрачно не звучало для экономики в целом, наверное, без этого уровня дальнейших перспектив рубля мы не видим. Ну, лично я точно. Ожидаем ослабление нефти, снижение черного золота и ждем еще большего давления на курсы национальной валюты. Далее идем. Евро против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.08.46. По итогам вчерашней торговой сессии европейская валюта снова продемонстрировала локальный прирост. Основная причина в целом это снижение европейских фондовых индексов и американской фонды. И, опять же, негативная динамика в рамках фондовых активов – это следствие снижения цен на нефть, потому что основной вклад с точки зрения снижения, опять же, фондовых индексов оказало падение капитализации компаний, которые задействованы в энергетическом секторе. Но это, как я уже отметил, все завязано на актуальных котировках нефти. Что касается в целом динамики евро, я не увидел достаточно позитива в рамках этого актива. Напротив, можно было абсолютно очевидно заметить то, что евро очень тяжело сейчас дается этот рост. И это связано с тем, что даже внутри, в рамках всего валютного блока и в расположении этого актива, куда больше негатива, который может быть в любой момент дисконтирован в его стоимости, спровоцировать еще больше ослабления. Негатива действительно достаточно. Вы помните последний комментарий Драги, когда мы получили четкий намек на то, что европейский мегарегулятор может расширить программу количественного смягчения в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Плюс ко всему на евро сейчас действует еще негативным образом и слабая статистика. Вчера мы следили за бизнес-оптимизмом, ожиданиями от ИФА и статистика, как и предполагалось, очень плохая. В принципе, этот тренд слабых макроэкономических данных подхватил отчеты, которые мы анализировали практически накануне, по падению индексов деловой активности производственного сектора Германии и еврозоны. Поэтому здесь, учитывая связь этих отчетов, понятно то, что бизнес-ожидания в связи с этим также оказались не на самом лучшем уровне, а на самом деле на худшем за последний год. Особенно просел оптимизм в строительном секторе и в обрабатывающей промышленности. По факту, можно как бы поговорить даже по цифрам, 107,3 с 108,6. Годовой минимальный показатель, он явно указывает на то, что в секторе большие проблемы, бизнеса немецкий сейчас в замешательстве, оптимизма точно нет. И это связано, опять же, с тем падением, которое демонстрирует Китай. Это связано с теми рисками, которые сейчас характерны для развивающихся рынков. И, опять же, вывод из этого мы делаем простой. Если развивающиеся рынки демонстрируют на слабые показатели экономического восстановления, значит Германия, чей экспорт, опять же, завязан преимущественным образом на поставке в эти регионы, также сталкивается с этим негативным следствием и этими мрачными последствиями для себя. Поэтому, говоря про последнюю вообще статистику на протяжении двух-трех недель, которые мы анализировали вот на последнее время, это один сплошной негатив, значит, показатели ПВП, которые у нас впереди, это, скорее всего, статистика, которая также продемонстрирует по-прежнему риски рецессии. И эти риски, может быть, я надеюсь, еще больше усилят, опять же, решительность Европейского Центрального Банка по поводу того, что нужно уже вмешиваться в текущую ситуацию и стимулировать экономику либо через снижение процентной ставки, либо через более сильный выкуп активов. Не забывайте также и про системные риски. Они связаны с катастрофически низкими показателями потребительской активности, низкой инфляции. В конце этой недели у нас данные по инфляции в рамках еврозоны уже настраивалось на то, что с большой долей вероятности мы увидим плохую статистику, а значит, вероятность того, что уже в марте мы дождемся прорывных решений со стороны ЕЦБ снова вырастет. Все это располагает, конечно же, к распродажам главного валютного риска. И чтобы убедить вас еще больше в том, что коррекционный посыл и потенциал куда больше, чем возможность роста, к нашей идее присоединяется еще и Goldman Sachs, который вчера выпустил бюллетень для своих инвесторов, где дал четкую рекомендацию того, что для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования сейчас евро смотрится в качестве ключевых аутсайдеров. Мы делаем ставку на возможность снижения евро в район 1.05 и будем надеяться, доберемся к этому рубежу совсем скоро. Если и ФРС даст нам дополнительный сигнал, то может быть уже даже в ближайшие пару недель. Далее идем. Доллар против японской иены. Актуальная котировка на текущий момент 118.06. Вчера мы видели, как снова доминировала иена, но потери американца были незначительны. Поэтому не будем держать зла на американца. Все-таки он сопротивляется. И сейчас он действительно может реабилитироваться, если соответствующая поддержка придет со стороны ФРС. То есть заседания и публикации ставки, которые запланированы у нас на завтрашний вечер. Говоря про доллар, я считаю то, что у американца сейчас действительно куда больше оснований для роста. Это, во-первых, все-таки локальные надежды на то, что поддержат этот актив и рост доходности американских бумаг. Это усиливающиеся спекуляции на тему того, что ФРС продолжит вот этот цикл повышения процентных ставок. У нас в этой паре USDN есть еще и конкурент. И здесь я хочу обратить ваше внимание на вчерашние данные по торговому балансу, которые усилили ожидание того, что Банк Японии не избежит, возможно, дополнительных мер экономического стимулирования на ближайшем заседании. Ближайшее заседание запланировано на эту пятницу. И это очень вяжется, скажем, с теми слухами, которые присутствовали на рынке. Поэтому, учитывая просадку экспорта на 8%, между прочим, это очень много, и третий месяц подряд, то есть реальная рецессия этого направления и этого сектора всего торгового баланса и торгово-партнерского взаимодействия с другими регионами. Я считаю то, что плачевная статистика, вот эти слухи по поводу возможных действий со стороны Банка Японии добавляет нам уверенности в том, что нам снова нужно делать ставку на контрастность монетарных политик, что в целом может вылиться в рост доллара и достижение пары USDN как минимум уровня 125. Сегодня из отчетов, обратите внимание, можно на данные по индексу деловой активности в сфере услуг и уровню доверия потребителей. Это отчеты второй половины дня. Конечно же, они традиционно не обладают каким-то серьезным эффектом на доллар, но сейчас, наверное, в преддверии ФРС даже локальная статистика может серьезно повлиять на рыночное настроение. В случае позитива трейдеры, может быть, еще больше станут уверены в том, что ФРС продолжит политику и цикл нормализации денежно-корритной политики. Я верю в то, что завтрашенное заседание может оказаться результативным для доллара в плане роста, потому что очень мне хочется сейчас поторговать парой USDN, но делать этого до достижения этим тандемом валютных активов уровня 120 я пока не собираюсь. Далее идем. Фунт против доллара. Как и обещал, снова хочу предложить вам сделку. Это sell-stop с уровня 1.41.90, take profit 1.40, stop loss 1.42.50. В рамках вчерашней торговой сессии фунт преимущественно находился под давлением. Полагаю, это связано с тем, что после выходных или даже во время выходных трейдеры еще раз переосмыслили последний фон, комментарии о карне о том, что сейчас нет оснований для корректив монетарной политики. Еще раз переосмыслили роничные продажи, низкие показатели по зарплатам и пришли к выводу о том, что фунт напрочь лишен какой-либо фундаментальной поддержки сейчас. Плюс, красиво, у нас в этот четверг еще показатели ВВП. Мы готовимся к слабой статистике еще с прошлой недели. Ничего не меняется и сейчас. Уверен, что отчет действительно разочарует. Если это случится, мы сможем прокатиться на коррекционной сделке, которую я сейчас вам анонсировал и, может быть, очень быстро добраться до нашего профитного значения, которое значится в соответствии с этим ордером на уровне 1.40. Фунт действительно будет слабее. Тем более, что не забывайте еще про те последствия, которые могут быть оказаны на британские бизнесы вследствие возможности очень серьезного ослабления европейского валютного актива. Не буду останавливаться на этом фоне. Я на прошлой неделе вам рассказывал, как использовать такое соответствие и такую логику. Ну и, разумеется, если ФРС поддержит доллар, доллар окажет соответствующее давление и на фунт. То есть, еще один фактор серьезной потенциальной разгрузки для британского валютного актива. До тех пор, пока мы не доберемся до значения 1.40, я не буду даже задумываться о возможности покупки этого инструмента. Далее идем. USDCAD. Здесь видим, снова пошел откат пары, уже восходящий после достижения локальных минимумов растет доллар, падает канадец. Почему? Потому что снова снижаются цены на нефть, снова трейдеры рассуждают по поводу низких показателей инфляции и возможных решений в связи с этим Банка Канады по снижению процентной ставки. Я думаю, что очень многое будет зависеть непосредственно от дальнейшей динамики стоимости черного золота, от запущенного заседания ФРС и пятничных данных по ВВП. Но во всем этом макроэкономическом фоне я вижу один сплошной негатив для канадца, а значит предлагаю вам следующую сделку по паре USDCAD. Это buy stop с уровня 1.43, take profit 1.44.50, stop loss 1.42.50. То есть это тот ордер, который был повешен нами на рынке еще на прошлой неделе. Его сохраняем. Актуальные котировки 1.42.85 полагают, что вот-вот мы сможем оказаться в трейдинге, в этой сделке и соответственно будем стремиться к нашему целевому значению, которое находится пока на уровне 1.44.50. Но высока вероятность, что пара USDCAD сможет уйти гораздо выше уровня 1.45. По австралийцу ждали мы закрепления ниже уровня 0.70. Это произошло. Теперь можно поторговать австралийцам через ордер sell stop с уровня 0.69, take profit 0.68, stop loss 0.69.40. Такой консервативный стоп. Но я думаю, что если тренд пойдет ослаблением рисковых инструментов, мы быстро доберемся до уровня и значения 0.68. По новозеландцу у нас в принципе тоже ожидание слабости. Sell stop 0.63.95, take profit 0.63, stop loss 0.64.30. Пока мы вне игры, но опять же при ухудшении настроений, при дополнительном росте доллара все эти сделки как по австралийцу, так и по новозеландцу у нас будут в трейдинге и в игре. И еще хотел сказать пару слов про золото. Мы видим сейчас актуальные котировки 1111.98 долларов за тройскую унцию. Полагаю то, что рост уже практически исчерпан. Потенциала для дальнейшего восходящего движения практически нет. Ну если какой-то сюрприз только поступит по факту завтрашнего ФРС. С большей долей вероятности мы будем дальше наблюдать коррекцию. Поэтому я предлагаю даже сейчас использовать уже не сколкосрочную сделку, а среднесрочную, а может быть даже долгосрочную. Потому что вижу возможность для просадки золотого актива к уровню 1070 долларов за тройскую унцию. Чтобы дождаться этого значения, нужно чтобы в рынке мы оказались только после срабатывания отложки sell stop с уровня 1107 долларов за тройскую унцию. Стоп лосс при этом 1125. Полагаю, что при позитивном исходе завтрашнего дня, при поддержке доллара по золотому активу мы действительно можем неплохо прокатиться и зафиксировать уже профильный ориентир и подрах металла. Собственно на этом все. Из важных отчетов на сегодня напоминаю, что ждем мы два релиза из США. Это состояние сферы услуг в 18.45 по московскому времени, в 18.00 уровень доверия потребителей и уже завтрашним утром, то есть в ходе завтрашнего брифинга мы поговорим по статистике о запасах нефти США. Но этот отчет выйдет в 0.0030 по московскому времени. О них мы уже поговорили. Делаем ставку на рост доллара. Ждем ФРС. Ну и конечно же готовимся к тому, чтобы провести еще серию результативных и прибыльных сделок. Поэтому хорошей вам торговой сессии. Увидимся соответственно уже завтра утром. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok